Беларусь создаст свои портовые мощности на северо-западе России. Это один из главных итогов сегодняшнего совещания у главы государства. Развитие и строительство наших собственных портов и всей сопутствующей инфраструктурой – личная договоренность лидеров Беларуси и России. Как заявил Александр Лукашенко в этом вопросе, Владимир Путин пообещал всяческую поддержку. Сейчас мы строим свой порт на Балтике в Брунке. Параллельно правительство прорабатывает еще несколько вариантов. После введения санкции Беларусь переориентировала свои грузопотоки из портов Литвы и Латвии на российские. В части новых проектов стоит задача, насколько это возможно, с минимальными затратами диверсифицировать поставки. Что касается наших соседей, они не просто бесцеремонно прервали сотрудничество, так еще и присвоили себе нашу собственность. Пример – это белорусские санатории, в которые теперь не могут приехать на лечение наши люди. Или блокировка грузов в портах, которые почти на треть принадлежат нашим компаниям. Александр Лукашенко поручил в самое ближайшее время принять ответные меры. Илона Красуцкая подробнее. Получается, как в воду глядели. Еще до тотальной блокировки наших грузов в портах Литвы и Латвии лидеры Беларуси и России обсуждали, как быть в случае, если. Буквально совсем недавно литовцы и латыши бились за наши грузопотоки. Продавали Беларусь калию и калины компании пакеты акций, а потом поставили крест на сотрудничестве. Ну а мы быстро переориентировались на российские порты. По формуле «не было бы счастья, да несчастье помогло» выпал хороший шанс создать собственную портовую инфраструктуру. О чем мы, в общем-то, давно мечтали. Российская Федерация открыла для нас двери на всех уровнях. Ну, по крайней мере, со стороны президента России, с которым я веду переговоры и вел переговоры по этим вопросам, препятствий никаких нет. Исключительная поддержка. Беларусь сейчас сотрудничает с девятью российскими портами на разных морях. Если в прошлом году цифра была совсем незначительная, то в этом полугодии мы отправили через них порядка двух миллионов тонн различных грузов. При этом действуют особые тарифы, выгодные для обеих сторон. Например, для поставки продуктов питания в Китай Беларусь использует порты Владивостока. Во время недавнего визита белорусского лидера в Санкт-Петербург договорились о перевалке наших грузов через порты Ленинградской области. Мы приступили к строительству собственного в Бронке, где наш президент наблюдал за ходом работ. У нас нет времени ждать, пока построится та или иная инфраструктура в каком-то порту. Речь идет сегодня прежде всего о северо-западном регионе Российской Федерации. Президент России лично показал мне все порты Питера и вокруг него. Но он знает досконально это. И предложил выбирайте любое направление. Но я ему сказал, нам уже сегодня нужно грузить любую точку и начинайте грузить. Поэтому я так образно часто говорю, что пока будем строить, мешками будем грузить. Ну, естественно, 12 миллионов тонн и больше мешками не загрузишь. Но, тем не менее, это говорит о том, что мы уже сегодня должны буквально на каждом квадратном свободном метре российских портов грузить свои товары. Со стороны государства, Роман Александрович, должна быть полная поддержка. Такую же поддержку я получил и от президента России. Скажите, что надо для того, чтобы более оперативно строить. И сегодня в имеющихся портах, вы знаете, где есть свободные мощности, грузить наши грузы. Решено, Беларусь создаст собственные портовые мощности на северо-западе России. Пока не разглашается конкретная геолокация, в правительстве для начала хотят закрыть сделку. Параллельно просчитывают экономику еще нескольких подобных проектов. Этот проект заработает уже в самое ближайшее время, до конца этого года, это точно. Что касается двух или трех локаций дополнительных, по ним президент потребовал провести еще дополнительный анализ экономических параметров и уточнить стоимость вложений, потому что там необходимо больше размеров вложений в инфраструктуру, поэтому надо посмотреть в условиях нынешних реалий, как это будет отражаться на экономике, собственно говоря, этих портов. Из-за чьих-то амбиций литовцы и латыши, некогда конкурировавшие за белорусский грузопоток, остались без крупного партнера, ведь Клайпеда была лидером по транспортировке калийных удобрений. Ну ладно, там прикрылись санкциями и реакцией на спецоперацию, но зачем-то белорусскую собственность присвоили. Вроде мы там что-то в Литве, Латвии покупали, какие-то акции, какая-то собственность у нас там есть. В Халиново терминале? 30% терминалов. 30% это говорит о том, что мало того, что эти санкции незаконно увели, так и что и фактически забрали вашу собственность. Отжали. Поэтому это не должно безнаказанно пройти. Продумайте и мне доложите, какие меры мы можем и примем в ближайшее время и в среднесрочной перспективе. Отбирать, отжимать собственность никому не позволено. Мало того, что там наши санатории, где мы лечили чернобыльцев, как ты говоришь, отжали, так и здесь же, это же немалые деньги. Поэтому меры должны быть приняты. Как сегодня-завтра, так и послезавтра. Есть. Наш ответ на отжим белорусской собственности в Прибалтике будет зеркальным, но цивилизованным, скажет премьер-министр. Агрессии со стороны Беларуси точно не стоит ждать. Вся собственность и юридических, и физических лиц недружных государств Республики Беларусь известна, она подсчитана. Мы со всех площадок говорим о том, что мы хотим выстраивать цивилизованные торговые коммерческие отношения. Но если в отношении нас применяют агрессивные действия экономического толка, конечно же, мы молчать не будем. Как минимум, это будут зеркальные решения. Но до последнего будем взывать к голосу разума, если его кто-то услышит. Несмотря на все перипетии, логистические цепочки обновляются, а стоимость тех же калийных удобрений даже с учетом длинных транспортных коридоров только растет. Так что ситуация отыгрывается за счет увеличения цены. Но и спрашивается, кто кому в итоге сделал хуже. Илона Красудская, Вероника Бута, Александр Олешко. Агентство теленовостей.